Глаза Глаза Сложнейший механизм наследственности, созданный природой Поведение воды в условиях невесомости Свойства расплавленного металла Тайна бурных вспышек жизненной активности прожорливой саранчи А язык науки, язык кривых и формул Сейчас понятен не одиноким затворникам, а сотням тысяч ученых Но наука наших дней, наука 20 века, призвана служить интересам всего человечества Она стала величайшей производительной силой общества Достижения ученых волнуют сегодня миллионы людей Познать, прочесть о них стало потребностью человека Недаром такими гигантскими тиражами издаются в наши дни Научно-популярные книги и журналы Прочитать, конечно, хорошо Но еще лучше увидеть все своими глазами Это можно сделать с помощью научно-популярного кино Оно позволяет всем, кто интересуется наукой Стать участниками сложнейших экспериментов, исследований, экспедиций Оно всюду, где идет научный поиск Целая армия кинематографистов, работающих на специальных студиях Москвы и Ленинграда Киева и Тбилиси, Прибалтики и Урала, Средней Азии и Дальнего Востока Создает обширную летопись достижений науки Киева и Тбилиси Только центральная киностудия научно-популярных фильмов в Москве, создавшая эти кадры Каждый год выпускают на экраны свыше 200 картин и научно-популярных киножурналов В их рождении принимают участие люди самых разных специальностей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok в международных кинофестивалях. И как всеобъемлющая наука, так всеобъемлющая и тематика научно-популярных фильмов. Научно-популярный кинематограф существует всего полстолетия, но за это время он успел накопить богатый документальный материал о развитии науки в 20 веке. Вы видите кинооператора, снимавшего провода экспедиции Георгия Седова к Северному полюсу. Это ледовый лагерь, откуда Седов отправился в тяжелый путь к полюсу навстречу своей гибели. Амунсен. Его поход к Южному полюсу давно стал легендой. Он первым установил флаг в самой недоступной точке земного шара. А этот флаг подняла на Северном полюсе экспедиция Папанинцев, передовой отряд советской науки, упорно распознающий секреты природы. Эти кадры показались бы Амунсену фантастикой. Там, где он с нечеловеческими усилиями пробивался к полюсу, ученые разных национальностей ведут теперь постоянные исследования. Но наука не только с лица земли стирает белые пятна. Вооруженная современной техникой, она все глубже вторгается в тайны жизни. Эта уникальная операция одноклеточного организма ведется под микроскопом ультрафиолетовым скальпелем. У физиологов другие методы исследования. Они разрабатывались еще знаменитым Павловым. Достать лакомство шимпанзе Бадо не может. Но вот Лада берется ему помочь. Смотри, Бадо. Несколько уроков, и Бадо уверенно находит ключ к лакомой пище. Научно популярное кино стремится и в лаборатории, и в природе подметить все самое интересное. Оно может показать нам развитие эмбриона в курином яйце. Смертельную схватку в Уссурийской тайге. А вот и защитник лесов. Добыча есть. Теперь с донесением в муравейник короткий разговор и боевые отряды двинулись на приступ. Вредителям леса не уйти от его зорких стражей. А разве не интересно увидеть охоту с Беркутом? Древнейших жителей земли варанов? Или такие живые редкости, как эти почти истребленные каланы? Так ведут охоту на змей. Их страшный яд необходим медицине, успехи которой, пожалуй, интересуют людей больше всего. Не только для исследований проникают врачи своими инструментами в больное сердце. Они научились исправлять ошибки природы. Искусственный клапан, созданный исследователями-медиками, работает в живом человеческом сердце. Вчера в лаборатории, сегодня уже на производстве. Так теперь плавит металл токами высокой частоты в магнитном поле. Даже такое точное ювелирное искусство, как производство часов, поручено автоматом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В научных лабораториях кинокамера не просто гость. Сверхскоростная съемка в поляризованном свете дает возможность увидеть невидимое, распространение взрывной волны, распределение силовых усилий в строительных деталях. Не только точные естественные науки и техника интересует научно-популярное кино. Искусство, литература, работа писателей, художников, музыкантов Все в поле зрения объектива. Эти кадры взяты из фильма о выдающемся композиторе нашего времени Дмитрии Шостаковиче. А эти из фильма о замечательном музыканте-исполнителе и педагоге Эмили Гиллилси. Документируя события, кинокамера как бы сжимая время, рассказывает о процессах длящихся годами. Она знакомит нас с работой археологов, открывших золотой руно Калхиды, произведения древних ювелиров Грузии, живших более двух тысяч лет тому назад. Рассказывает о царе Иване Грозном. По его черепу и костям, пролежавшим в склепе почти 400 лет, скульптор-антрополог Герасимов воссоздал облик Грозного царя. Субтитры создавал DimaTorzok Научно-популярному кино доступны рассказы не только о конкретных, но и об абстрактных вещах. Применяя живой и свободный диалог, мультипликацию, трюковые съемки, можно рассказать, например, о теории относительности, о парадоксе скорости света, об изменении течения времени и размеров тел при скоростях движения, приближающихся к скорости света. Передний край науки проходит и через гигантские лаборатории современных институтов с их сложнейшими экспериментальными установками. Здесь рождается солнечное вещество плазма, обладающей температурой в несколько миллионов градусов. Съемочная камера уже побывала и на квартире пенсионеров-супругов Кирлиан, которые создали очень интересные приборы для исследования живых тканей. И у врача Беневоленского, любителя астронома из города Иваново, выдвинувшего новую гипотезу о происходении лунных кратеров от падения метеоритов на еще не затвердевшую поверхность Луны. Мысли ученых устремлены к далеким мирам. Наука создала приборы, которые дают возможность исследовать глубины Вселенной. Но человек хочет не только слышать голоса далеких звезд, он хочет приблизиться к ним. Кинокамера зафиксировала, как человечество готовилось к покорению космоса. Она проследила за первыми опытами на животных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так люди учились жить и работать в невесомости. Так они делали свои первые шаги в открытом космосе. Куда бы ни устремилась в своем развитии человечества, куда бы ни проникла мысль ученых, всюду глаз кинокамеры, рядом с глазами исследователей, рядом с познанием.